1 апреля пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,1%. Надбавку получат более 4 миллионов человек. После индексации средний размер социальной пенсии в России составит 9 878 рублей. С 1 числа в силу вступает ряд поручений Владимира Путина по поддержке граждан во время эпидемии коронавируса. Так, с начала апреля и в течение трех месяцев все семьи, которые имеют право на материнский капитал, дополнительно будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Кроме того, с 1 апреля все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без схождения по инстанциям. Пособие по безработице вырастет до уровня минимального размера оплаты труда с 8 до 12 тысяч. С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2022 Центробанк не будет взимать комиссию за переводы через систему быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных банков переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. При этом у банков осталось право самостоятельно назначать комиссию за подобные операции. Компании малого и среднего бизнеса на полгода получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, на такой же срок вводится мораторий на подачу заявлений о банкротстве. Еще одно нововведение вступит в силу 15 апреля. С этого дня выплата материнского капитала будет осуществляться без подачи заявления. Чтобы получить сертификат, родителям достаточно зарегистрировать ребенка в ЗАГСе в установленные сроки. Екатерина Деревянко, Афонтова, Новости.